Здравствуйте! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «12 созвездий» и я, ее ведущая, Наталья Буслаева. 2022-й подходит к концу. Мы на пороге встречи нового 2023 года, года черного или синего водяного кролика. Сегодня вы узнаете, что сулят эти 12 месяцев всем знаком зодиака. Но для начала давайте разберемся, кто он хозяин будущих дней. Кролик – нежное и ласковое существо. Он обладает доброжелательным нравом, не склонен к преднамеренной агрессии. Он покровительствует людям с похожим характером и стилем жизни. Черный цвет кролика символизирует женскую энергию инь, которая, по мнению китайцев, имеет темный цвет. Соответственно, главные темы наступающих 12 месяцев будут иметь большое значение для женщин. Стихия воды имеет особые характеристики. Она гармонирует с кроликом, является довольно мягкой, однако ее не так просто подчинить себе. Она связана напрямую с неожиданными событиями и переменами. Исходя из этих качеств, можно сделать интересные выводы. Год обещает быть сравнительно спокойным лишь на первый взгляд. Его отличает непредсказуемость. Итак, прогноз на год для всех знаков зодиака. Овны самый легкий на подъем знак зодиака получит ключи от счастья именно в год кролика. Удача улыбнется как в бизнесе, так и в личной жизни. Особенно удачно сложится судьба в первые три месяца года. Рекомендуем занять активную социальную позицию, соглашаться на переезды. С радостью воспринимать любые предложения по расширению бизнеса. Летом или осенью вы сумеете доказать окружающим, что именно вы достойны самой высшей похвалы. Тельцы, вы продемонстрируете окружающим настоящее финансовое чудо, когда большая прибыль в бизнесе станет вашей гордостью, а не случайным стечением обстоятельств. Но для окружающих секрет вашего успеха останется тайной. Идеальное время для гармонизации отношений с любимым или вступления в брак зима и весна. А вот летом можно сосредоточить свое внимание на обустройстве комфорта в своем жилище. Возможен переезд или приобретение недвижимости. Осень и конец 2023 года ознаменуются приятными событиями, связанными с вашими родственниками. Возможно расширение семьи или рождение малыша. Близнецы. Настоящими любимчиками судьбы окажутся люди, связанные с медийной сферой, журналистикой, авторскими проектами на телевидении или радио. В начале года вам предложат большой проект, который станет не только отличным источником дохода, но и захватит все ваше внимание. Гороскоп на 2023 год рекомендует вам уделить много времени личной жизни. Летом и осенью звезды пророчат вам большую любовь и счастье. А вот осенью и зимой нужно усердно работать с тем, чтобы не упустить ранее заработанное и значительно укрепить свое финансовое благосостояние. Раки. Первая половина года потребует от вас умения держать удары судьбы. Время будет способствовать росту вашего профессионализма и искать дополнительные источники дохода. Лет и осень принесут добрые вести. Сможете исполнить некое важное для вас желание. В третьей декаде года кролика гороскоп рекомендует ракам не торопиться с выбором, осторожно подбирать команду единомышленников, чтобы туда не затесались предатели. В семьях возможны ссоры из-за измен или излишней ревности. Остерегайтесь беспочвенных обвинений и не сжигайте мосты раньше времени. Все наиболее важные события произойдут с рвами в первые три месяца года. Возможно, приобретение недвижимости, смена места работы или счастливая свадьба с достойным спутником жизни. Но имейте в виду, что ваши успехи не порадуют конкурентов и недоброжелателей. Поэтому лучше молчите о своих победах. А если что задумали, то храните это в тайне от окружающих. На личном фронте благоприятные перемены. Те, кто был одинок, наконец устроят свою судьбу. А тех, кто состоял в двусмысленных отношениях, ждет период ясности и понимания. Девы, вас ожидает очень непростой год. Пройдя через череду испытаний жизненных невзгод, вы сможете разобраться, кто вам настоящий друг, а кто тайный враг. Начало года заставит адаптироваться к новым условиям жизни, искать дополнительные источники дохода. Возможен переезд на новое место жительства. Самые высокие шансы на успех в любом деле – период с начала мая и по конец июля. А самый напряженный период летние месяцы – июль и август – спасением станет возможность получить новую профессию, записаться на курсы повышения квалификации или попробовать свои силы в том деле, которое вам интересно. Первые пять месяцев года запомнятся весам тем, что вы постоянно будете стоять перед выбором. Такая ситуация будет наблюдаться как на работе, так и в личной жизни. Вполне возможно, вам захочется расслабиться и пофлиртовать на стороне. И вы сами неожиданно для себя попадете в ловушку. Необходимо проявить природное умение, находить компромиссы, соглашаться на мировую. Вторая половина года принесет гораздо больше радости и позитива. Скорпионы, жизнь продолжит испытывать вас на прочность. В период с апреля по май берегите здоровье. Если потребуется сменить место жительства, не раздумывая, сделайте это. Гороскоп рекомендует вам с честью выходить из всех передряг. Самое спокойное время ожидается в период с мая по август. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы поправить свое здоровье и материальное положение. Потому что осенью возможны новые вызовы судьбы. Стрельцы, возможно, поздравить с год черного кролика, принесет максимальное количество возможностей. Вы будете хозяином положения, сможете самостоятельно решать вопросы личной жизни, бизнеса и карьеры. Без оглядки на чужое мнение постарайтесь с самого начала года активно влиться в общественную жизнь. Ближе к лету лучше снизить темп и позаботиться о своем здоровье. К начале осени возможна череда финансовых проблем. Помните, все вопросы решаемые не следует жертвовать ради денег, своим здоровьем и личной жизнью. Все должно быть гармонично. Козероги. Начало года связано с приобретением недвижимости, крупной прибыли, ущедрым вниманием со стороны поклонников. Пришло время для карьерного роста, а залогом удачи станет заработанный ранее авторитет. Третья декада года запомнится вам грандиозными семейными праздниками. Возможно, это будет ваша свадьба. Осень и конец года принесут яркие впечатления от поезда, командировок, романтических свиданий и долгожданных встреч. В новом году перед водолеями откроется новый период жизни, который определит вашу судьбу на ближайшие 20 лет. Обстоятельства потребуют от вас сделать нравственный выбор, четко обозначить свою позицию по отношению к лжи, клевете и обману. Рыбам в начале года придется много времени уделять вопросам быта. Возможен вынужденный переезд. Ближе к лету, после затяжной череды испытаний, наступит белая полоса. Придется заказывать обереги от сглаза. Вам начнут активно завидовать. Дорожите своим здоровьем. Дорогие стилизации. Дорогие зрители, приветствую вас из солнечной Индии. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Пусть Новый Год принесет вам счастье, радость, исполнение ваших желаний, любовь в вашем сердце. Если ваше число судьбы один, то 2023 год для вас год воздаяния плодов за ваши действия, за ваши поступки, слова, помыслим за последние 9 лет и вообще по жизни. Девиз вашего года – ни в коем случае не падайте духом. Что бы ни случилось, не падайте духом. Как говорил Соломон, и это тоже пройдет. Меняем свои привычки, бескорыстное служение своей семье и всем своим близким, знакомство со своим родом, родовой системе и служение своему роду. И если вы что-то теряете в этом году, то не расстраивайтесь, это очень хорошо, значит в вашей жизни именно этот отжило себя. Если ваше число судьбы два, то девиз вашего года – генеральная уборка. Пришло время полностью почистить все сферы своей жизни, навести порядок в отношениях, навести порядок в работе, может быть завершить какие-то проекты и готовить фундамент для нового чего-то. Ведь скоро вы будете вступать в новый 9-летний цикл. Нужно пересмотреть свое мировоззрение, полностью поменять свое отношение к людям, к событиям, к действиям, к деньгам. Меняем свое мировоззрение, и люди вокруг вас меняются. Если ваше число судьбы три, то вы уже несколько лет мучаетесь, вы уже просто замучились, но в 2023 году, наконец-то, в вашей жизни открывается новый период, начинается новый 9-летний цикл. И вполне может быть, что вы уже заложили фундамент в 2022 году, вы уже сделали эту генеральную уборку, и сейчас есть шикарная возможность начать все новое. Новая работа, новые отношения, новая любовь, новые деньги, новое партнерство, новое все. Качество этого года зависит от вашего отношения к вашему папе и к отцовской энергии вообще. Посвятите время своему отцу, проявите к нему уважение, дайте ему дань благодарности. Если у вас конфликты, то в них разберитесь, потому что благословение отца на тонком плане очень важно для вас, особенно в этом году. Если ваше число судьбы четыре, то это год, ключевое слово в 2023 году для вас, это сотрудничество и взаимоотношения. Обратите внимание на эти две сферы. Очень важно отношение к женщинам, особенно у женщин с женщинами могут быть конфликты, поэтому научитесь строить отношения с женщинами. Качество этого года зависит от вашего отношения к вашей маме, к материнской энергии в роду, от вашего принятия вашей мамы. Ведь благословение мамы – это качество вашей личной жизни. Ваше отношение с мужчиной, ваше отношение с детьми зависит от того, как вы относитесь к маме. Это год очень полезный для переездов. Если вы планировали переехать жить в другой город, в другую страну, какие-то переезды, в другое жилье, то это идеальное время для переезда. И больше физической активности, бега, плавания, побольше пейте воды, контакт с жидкостями в этом году также для вас будет очень благоприятным. Если ваше число судьбы 5, то 2023 год – очень хороший год для того, чтобы учиться чему-то новому, чтобы делиться своими знаниями и своим опытом. Начните обучать людей или просто делиться тем, что у вас есть. Это время хорошо для путешествий. Это время, когда вам нужно вырваться на новый уровень. Надо отбросить всё старое и выйти на новый уровень своего развития. Осторожно с гордыней. Она может вас проверить. Будут разные провокации на проверку вашей гордыни. Важно в этом году осознать, что каждый человек в вашей жизни является учителем. Если ваше число судьбы 6, то этот год очень благоприятен для путешествий, для зачатия и рождения ребёнка, для того, чтобы построить новые отношения. Вы будете притягиваться представители противоположного пола. Представителям числа судьбы 6 важно осознать, что под лежачий камень вода не течёт. Вам очень важно в этом году действовать. При этом не перетрудитесь. Есть вероятность, что вы будете очень много действовать и перетруждаться. Поэтому берегите свою нервную систему. Ну и лениться вам ни в коем случае нельзя. Этот год, когда вы можете вырваться на новый финансовый уровень, могут появляться новые финансовые поступления, финансовая стабильность появляться будет. Очень благоприятно для сделок с недвижимостью, кстати, в этом году и для путешествий. Если ваше число судьбы 7, то 2023 год очень благоприятно для путешествий. Это могут быть деловые поездки, это могут быть туристические поездки. Вне зависимости от характера, путешествий в вашей жизни в этом году будут. Это год для сделок. Если есть какие-то разные возможности совершать куплю-продажу, движимого-недвижимого имущества, очень благоприятно. Если ваше число судьбы 8, то в 2023 году для вас очень важны отношения, роскошь, творчество и родители. Вы становитесь очень притягательным для представителей противоположного пола. К вам так и начнут все липнуть. Классная возможность, чтобы построить новые отношения. Берегите своих родителей в 2023 году, они в вас будут нуждаться. Папа будет нуждаться в уважении, мама в любви и заботе. Очень полезно в этом году увлечься разным творчеством. Музыка, рисование, пение. В какую степь вам захочется творческое, а вам, скорее всего, уже этого очень хочется. Смело действуйте. Это очень благоприятно для вас в 2023 году. Ну и число 9. Если ваше число судьбы 9, вы уже так долго терпите в ожидании, что же ваше идет в 2023 году. Вы уже насладились 2022 годом. Была роскошь, полная смена имиджа и все такое вкусное. И пришло время вам отправиться в паломническое путешествие. Самое время заняться духовностью, йогой, медитациями, самопознанием, всем мистическим. И познавать именно душу свою. Если вы абсолютно не обратите внимание на духовность и будете об стенку ломать потолки, как говорится, свои финансовые стараться потолки, отношения, то у вас начнутся проблемы. Начнутся проблемы со здоровьем, начнутся проблемы в отношениях, начнутся финансовые потери. Вы будете очень много прикладывать усилий на работе, а отдачи такой не будет, которую вы ждете. А потому что вы идете не в ту степь. Дорогие, теперь в зависимости от того, какое у вас число судьбы, вы знаете, как наилучшим образом прожить свой 2023 год. Я желаю вам удачи. Пусть 2023 год принесет всем представителям всех чисел судьбы именно то, что благоприятно именно для них в их 2023 году. Будьте счастливы, каждый по-своему. А я напоминаю, что по восточному календарю в полные права год черного водяного кролика вступит 21 января, во втором новолунии после дня зимнего солнцестояния. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До встречи в новом году. С наступающим и будьте счастливы. Субтитры подогнал «Симон»!